Седьмая часть культового файтинга Теккен вышла в Японии на игровых автоматах еще весной 2015-го, а теперь вот добралась наконец и до наших Палестин. Она ставит точку в длительной семейной драме, разворачивающейся во всех играх серии между могущественным якудза Хейхати Мисимой, его сыном Кадзуей и внуком Дзином Кадзамой. В том числе тут раскрывается секрет происхождения дьявольского гена, заставляющего их не просто драться друг с другом, а периодически убивать ближайших родственников, которым потом, по воле незнающих удержу сценаристов, приходилось героически воскресать. Кроме того, в игру вернулись многие хорошо знакомые фанатам персонажи и появились колоритные новички, например, краснокожий киборг, итальянский маг и нахальная латиноамериканка. Также в наличии старые режимы, аркада, поединок и практика, но к ним добавились и новые. Например, в битве за сокровища последовательные победы приводят к попаданию в матч с особыми правилами и уникальным противникам. Наконец, в Tekken 7 теперь есть возможность использовать особенно мощные критические удары, когда у вашего бойца остается минимум здоровья, а также проводить встречные апперкоты даже во время атаки противника. Красивый приключенческий платформер Rime чем-то по духу напоминает PlayStation-эксклюзивы Journey и The Last Guardian. Тут мы играем за маленького мальчика, который оказался на загадочном острове после жестокой бури и должен добраться до вершины некой башни, чтобы раскрыть тайны этого места. По пути он встречает диких животных, учится взаимодействовать с природой, искать скрытые предметы и секреты, преодолевать разные препятствия и решать головоломки. Причем многие пазлы, пусть и не слишком сложные по решению, но интересные по механике. Они основаны на звуке, свете, тенях, перспективе, платформах и даже на управлении временем. А помогает нам не только ум, совесть, целеустремленность и умение играть в приключенческие платформеры, не сваливаясь каждый раз в пропасть, но и подсказки дружелюбной лисы. Она, в частности, играет роль живого указателя, показывающего путь к текущей цели. А еще в Rime есть очень атмосферный сюжет, который заставляет уже вспоминать о таких играх, как Limbo. Большую часть прохождения мы теряемся в догадках, в чем же суть истории, что происходит, но финал тут очень сильный, трогательный и слезоточивый. Онлайновый Battle of Warships можно считать самым серьезным симулятором боевых кораблей на мобильных платформах. Тут есть больше двух десятков реально существовавших кораблей разных морских держав, которые довольно точно смоделированы и не только внешне. У каждого из них свои типы вооружения, убойная сила, скорость и радиус разворота. А поскольку корабль не танк, у него на то имеется несколько орудий и не обязательно одного типа. И легкие пушки, и торпеды, и даже самолеты хорошо уживаются вместе. Само собой, каждый корабль можно и нужно улучшать. Делается это в мастерской. За деньги, добываемые в боях, развиваются любые характеристики. Атака, скорость, прочность и т.д. И Battle of Warships реально ощущается именно как симулятор, а не аркада, потому что игровой процесс медленный и вдумчивый. Корабли массивные, медленно поворачиваются, что заставляет следить за каждым своим действием. На мобильниках пока что лучшее, что есть в этом жанре. А вот уж действительно взрывные аркадные автогонки от авторов серии Burnout, которые ныне работают под вывеской Three Fields Entertainment. Собственно, духовной наследницей Burnout Danger Zone и является. А если быть точнее, то конкретного режима Crash из той игры. Все лихое деструктивное безобразие разворачивается на титульной арене Danger Zone. Здесь нам предлагают 20 миссий, в которых нужно устраивать наиболее зрелищные аварии. По результатам подсчитываются очки, выдаются медали, достижения, а ваши успехи заносятся в списке лидеров. В процессе, как водится, можно собирать разные бонусы, позволяющие, например, взорвать автомобиль или получить дополнительные баллы. Самые яркие и деструктивные аварии лучше всего записать на видео и потом хвастаться перед друзьями. Главное, чтобы среди них не было сотрудников ГИБДД. Нивал после трех лет разработки, наконец, отрелизила третью часть Блицкрига — продолжение легендарной серии, которая ныне стала онлайновой и во многом уникальной стратегией в реальном времени. Скажем сразу об уникальности. Блицкриг 3 использует первый в мире нейросетевой искусственный интеллект по имени Борис. В отличие от обычных компьютерных оппонентов, он не использует скрытой информации о противнике, постоянно анализирует ситуацию и делает нейросетевые предсказания о планах врага. Это позволяет ему проводить сложные контрстратегии и играть на уровне опытного, жесткого и непредсказуемого игрока, пусть и не совсем живого. С Борисом можно сражаться в одиночном режиме, представляющем собой три исторические кампании за СССР, страны ОСИ и союзников. Там есть более 60 миссий, охватывающих основной период Второй мировой войны — от вторжения в Польшу в 1939 году до захвата Берлина в 45-м. Можно назначить управлять своими армиями различных исторически аутентичных командиров, включая генерала Жукова или, например, Роммеля. Всего командиров два десятка. У них разные, основанные на реальных примерах и учебниках тактики, и разные бонусы. Техника, понятно, также вся сплошь историческая и реалистичная, а её в игре более 200 единиц. И всё же основную ставку Невал делает на сетевые сражения. Причём помимо классических вариантов схватки 1 на 1, 2 на 2 и 3 на 3, опробовать свои силы можно и в уникальном асимметричном режиме Штурм, где один игрок атакует, а другой обороняет свои позиции.